Это происшествие на ОТВ. В студии Елизавета Болдрева. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Тут водоем, где случилось это несчастье, был одним из любимых. В Чесненском районе разыскивают врачей из Магнитогорска. Медики отправились на рыбалку, на лодке, судно перевернулось. Перед светофором начал тормозить. И тормоза отказали, и всё. Пассажирский автобус влетел в рекламный щит в Магнитогорске. В момент ЧП в пазике были люди. Есть ли пострадавшие? Житель Чебаркуля пойдёт под суд по делу о смерти 15-летней школьницы. По версии следствия, мужчина решил прокатить девушку на гидроскутере. В итоге школьница сорвалась и упала в воду. Теперь стражи порядка закончили расследование этой истории. В расследовании было установлено, что местный житель города Чебаркуль 31 июля 2018 года, находясь на водной глади озера Чебаркуль, управляя гидроциклом, маломерным судном, допустил опрокидывание данного маломерного судна. Во время катания с ним находилась несовершеннолетняя, которая в результате опрокидывания также оказалась в воде, в результате чего она, не умея плавать и не имея спасательного жилета, утонула. Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 109 по причине смерти по неосторожности. Данное уголовное дело на данный момент направлено Чебаркульскому городскому прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления уголовного дела в суд. Напомню, в момент ЧП обвиняемый был пьян. Последние минуты жизни школьницы попали на видео. Эти кадры засняла подруга погибшей. Теперь за смерть девушки мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Двое врачей из Магнитогорска пропали на озере Успенское в Чесменском районе. Это в 180 километрах от города Металургов. Известно, что туда медики отправились на рыбалку, но лодка перевернулась. На связь врачи перестали выходить в воскресенье. Поехали на рыбалку, на озере начался шторм и лодку перевернуло. Оба рыбака оказались в воде. Тело одного из них волной прибило к берегу. Известно, что мужчину уже похоронили. А вот второй доктор до сих пор не найден. Это Андрей Городничев, врач-физиатор, заведующий отделением областной туберкулезной больницы номер 3 в Магнитогорске. По словам коллег, на рыбалку он часто брал с собой 11-летнего сына, но в этот раз мальчик остался дома. Сынишка у него, отец приучал его к мужской жизни. Тот водоем, где случилось это несчастье, был одним из любимых его. Он очень любил карасей из того озера, угощал их коллег этой рыбой. Но вот эти караси его изгубили. Поиски на озере Успенское в Чесненском районе ведут спасатели. Напомню, год назад также осенью на Арказинском водохранилище был похожий случай. Пятеро на одной лодке поплыли на остров, но судно перевернулось. На помощь бросились двое полицейских, которые рыбачили на водоеме. Всю компанию взяли к себе на борт, но эта лодка также опрокинулась. Спаслось только двое, оба полицейских и еще три человека погибли. Наркопритон закрыли в Челябинске. Располагался он на улице Каслинской, почти в центре города. А потом туда нагрянули полицейские. Выяснилось, что для употребления наркотиков свою квартиру регулярно сдавал 44-летний южный уралец. И теперь ему грозит наказание. Полицейскими по данному адресу неоднократно задерживались посетители, медицинская свидетельство которых подтверждало наличие наркотических средств в организме. В отношении граждан составлялись административные протоколы по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В ходе проведения осмотра в квартире оперативниками обнаружены и изъяты предметы со следами наркотических средств, используемых для их потребления. По факту организации содержания притона и систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, до знаниям отдела полиции Калининской управления МВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью первой статьи 232 УК РФ. Максимальное наказание за данное противоправное деяние – лишение свободного срока 4 лет. В отношении задержанной избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Из-за пожара на колесе обозрения в Челябинске застряли 15 человек. Возгорание произошло в торгово-развлекательном комплексе «Мегаполис». Такой сценарий пожарных учений придумала МЧС. Огнеборцы, спасатели, полицейские и медики провели общую тренировку. Мероприятия приурочены ко дню гражданской обороны, который отмечается сегодня, 4 октября. К ТК съезжаются скорые, полицейские и пожарные расчеты. По легенде, в здании произошло возгорание. Из-за этого отключилось электричество. Остановилось колесо обозрения. На высоте 70 метров заблокировано 15 человек. Людей спускают на землю с помощью выдвижной пожарной лестницы. В это же время спасатели эвакуируют людей из здания. Внутри 500 человек. Выводить людей из здания помогают сотрудники комплекса. Пострадавшим оказывают первую помощь. Тактика спасательные учения проходит по всей области и стране. В Магнитогорске выбрали другой сценарий катастрофы. Там на очистной станции водоканала якобы произошла утечка хлора. На место прибывают пожарные и спасатели. Надевают специальные защитные костюмы. В них можно находиться на зараженной территории и даже в зоне радиации. Спасатели орошают зараженную территорию водой, чтобы хлор не распространился дальше. Это опасное, токсичное вещество. Если попадет жидкий хлор на руку, то ввиду того, что это очень активное вещество, будет маленькая дырочка. То есть будет сильнейший ожог вплоть до прожигания до кости. На поврежденную капсулу, откуда по легенде произошла утечка хлора, надевают в защитный хомут. С помощью специального механизма капсулу поднимают с земли и опускают в футляр, стены которого забетонированы. А находится он глубоко в земле. Теперь опасности нет. Пассажирский автобус влетел в рекламный щит в Магнитогорске. От удара баннер накренился, а микроавтобус лишился лобового стекла и оказался смят. Причем в момент ДТП внутри были пассажиры. Пазик покосился, крыша смята, лобовое стекло разбито. Рекламный щит и вовсе может упасть. От удара наклонился вбок. А вот и водитель автобуса. Перед светофором начал тормозить. И тормоза отказали. И все. Выбрал вот, чтобы, как говорится, не въехать в людей. Выбрал самый лучший вариант. В столб въехать. Женщина ехала по служебным делам. Повредила немножко колен. Она сидела в салоне или рядом? Да, здесь. С места ДТП женщину забрали на скорой. Сам водитель не пострадал. Добавлю, что автобус служебный и принадлежит одному из магнитогорских предприятий. Тем временем в Миасе смертельная авария. Погибла женщина-пешеход. А в Челябинске массовое ДТП. На улице Новомеханическая столкнулось пять автомобилей. Подробности в нашем обзоре дорожных ЧП. В Миасе 72-летний водитель на Тойоте сбил пешехода, 80-летнюю женщину. Дорогу пенсионерка переходила по зебре. По словам автоинспекторов, дама скончалась на месте ЧП. А это улица Новомеханическая в Челябинске. Столкнулось четыре легковушки и грузовик. По данным ГИБДД, водитель Лады не справился с управлением и протаранил попутный БМВ. Отечественную легковушку отбросила навстречку. Там она влетела в КамАЗ и Тойоту. Тем временем БМВ от удара продвинулась и столкнула Хюндай. Пострадавших в этой аварии трое. Госпитализирован водитель Хюндай. Водители Лады и пассажира Тойоты отправили на амбулаторное лечение. Эта авария тоже в Миасе. 58-летний водитель Нивы при развороте протаранил попутную Ладу. В результате оба водителя получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение. Мусоровоз наехал на столб в Миасе. Электроопора не выдержала удара и с грохотом опрокинулась. Перегородила одну полосу проезжей части. Точные обстоятельства ДТП сейчас выясняют автоинспекторы. Водители маршрутки автобуса устроили разборку на дороге. В выражениях не стесняются. Я тебе челюсть ломаю! По словам пользователей сети, водитель маршрутки устроил гонки с автобусом, подрезал его. Якобы после этого завязалась потасовка. А водитель Челябинского трамвая тем временем развлекается. Устроил танцы на пешеходной дорожке. Это все, о чем я успеваю рассказать. В студии была Елизавета Болдырева. Увидимся на телеканале ОТВ. А сразу после смотрите новый выпуск программы «Есть вопрос». Гость в студии Ольга Яникеева. Заместитель директора Ассоциации волонтеров Южного Урала. Она расскажет о развитии волонтерского движения в России и о создании в Челябинске ресурсного центра по обучению волонтеров WorldSkills-2019. Редактор субтитров А.Семкин